26 марта 1949 года Совет Министров СССР принял восстановление о создании вблизи города Томска комбината по производству высокообогащенного урана-235 и плутония. В эпоху первого атомного проекта Сибирский химический комбинат был крупнейшим ядерно-оружейным комплексом в мире, а с завершением оборудованной программы в 90-х годах первым приступил к выведению из эксплуатации остановленных реакторов и консервации хранилищ РАУ. Этот процесс требует нестандартных инженерных подходов, ведь каждый объект уникален. Хочется выразить благодарность нашим коллегам Сибирского химического комбината и топливной компании «Расаду МФЛ» за открытость и за помощь в проведении данного мероприятия. Онлайн-тур на СХК состоялся по инициативе специализированного интернет-портала, который освещает реализацию федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Она действует до 2030 года. В программу включены семь объектов СХК. На их преобразование выделяются огромные средства. Экспертному сообществу и общественности была представлена видеосъемка, сделанная в конце октября, на площадке радиохимического завода, где располагаются несколько объектов ядерного наследия. Три бассейна с жидкими радиоактивными отходами – Б1, Б2 и Б25 – позволили комбинату на начальном этапе деятельности исключить попадание радионуклидов в открытую гидрографическую сеть. А к концу 2020 года СХК полностью завершил работы по их окончательной изоляции. Уникальность и технология взрыва бассейна на СХК была подвижена патентом в 2014 году. Собственные ноу-хау создавались при поэтапной консервации бассейна Б2, завершенной в 2014 году. Сегодня хранилище выглядит как холм, покрытый травой и поддерживается в безопасном состоянии. Круглосуточный мониторинг ведется через сеть наблюдательных скважин. Работы на бассейнах Б2 и Б25 велись по уже освоенной и запатентованной технологии. Она малозатратна и наиболее безопасна для всего персонала, участвующего в процессе. Зимой на лед замерзшего водоема насыпается двухметровый слой песка. Весной лед тает, и песок равномерно оседает на дно бассейна, перекрывая радиоактивную пульпу. Дальше насыпается слой щебня, потом снова слой песка и слой глины, который соединяется с нижним слоем глины нижнего экрана бассейна. Образуется герметичный глиняный замок. Полностью герметичная оболочка, то есть ни снизу, ни сверху, ни с боков. Исключено попадание осадков именно в тело бассейна. Дальше этот глиняный экран закрывался опять защитным слоем песка для исключения его повреждения. И уже заключительным этапом было нанесение полудородного грунта и засев трав. В этом году мы все эти работы в 2020 году выполнили. Хранилище твердых радиоактивных отходов, площадка 16, была законсервирована в 2019 году. В существующих сооружениях произошла локализация отходов на месте. По всему периметру хранилищ насыпан наружный защитный экран. Установлены наблюдательные скважины. Интересно, просто вот в рамках ФЦП и РБ, дорожная карта для СКК, она как выглядит? Это пульпо-хранилище ПХ-1 и 2, это хранилище низкоактивных отходов высокосолевых. Это два достаточно тоже большие, это открытые хранилища. У нас существует еще два открытых хранилища тоже низкоактивных отходов ПХ-3 и 4. Это тоже наша перспектива в будущем до 30-го года, ну и там даже дальнейшие перспективы, мы должны их закрыть. В стадии реконструкции находится комплекс площадки 13. Это специализированные установки по снижению активности жидких РАУ до приемлемого уровня. Создан узел двухступенчатого ионного обмена. К концу 2020 года СХК завершает строительство нагнетательного трубопровода. Накануне мероприятия были собраны вопросы к руководству СХК от общественности и экспертного сообщества. В топ-7 самых задаваемых вошел кадровый вопрос. В настоящее время в реализации проектов у нас вовлечено порядка 350 человек. У нас есть перспективное видение, что мы будем реализовывать, выполнять работы и на объектах других организаций, отрасли. Поэтому подготовили дорожные карты по формированию боеспособных, скажем, коллективов, которые могут у нас выезжать и на другие площадки России. Наработки северских атомщиков по выводу из эксплуатации и консервации объектов ядерного наследия будут востребованы в ближайшее время в стране и в мире. Сибирский химический комбинат является сегодня ведущим отраслевым центром компетенций в этой сфере.